Всем привет! Меня зовут Аня. Я обожаю мороженое. Я думаю, что многие из вас тоже. И сегодня я расскажу про мороженницу от Китфорд. Модель называется КТ-1804. Она очень простая в использовании и делает очень вкусное мороженое. Но для начала давайте ее разберем и посмотрим, из чего она состоит. Первая – это крышка. Сверху крышки находится панель управления. Здесь всего три кнопки – включение, уменьшение и увеличение времени приготовления. Внизу крышки находится специальное крепление, на которое присоединяется лопасть, которая перемешивает жидкость, превращая ее в мороженое. Самая важная часть – это сама чаша. Она такая достаточно увесистая, потому что внутри у нее находится хладагент. И чашу перед приготовлением мороженого надо заморозить. Также в комплекте идет специальная ложечка для мороженого, кругленькая, очень удобная. И пластмассовая для того, чтобы не повредить внутреннее покрытие чаши. Это, кстати, очень важно. Если будете доставать отсюда мороженое, то следует использовать пластиковые или деревянные предметы для этого. И сам корпус чаши, который достаточно легкий. Когда вы собираете мороженое перед приготовлением, важно правильно установить крышку, чтобы она защелкнулась. И также, когда будете открывать крышку, здесь есть специальная кнопочка, которая помогает ее легко открыть. Это нужно для того, чтобы во время перемешивания крышка не съезжала. Ну и, конечно же, давайте с вами приготовим мороженое и посмотрим, как мороженец с этим справится. Рецепты я нашла в книжке руководства, которая прилагается к мороженице. И попробуем два из них. У меня ребенок очень любит шоколадное мороженое, а я ему хочу постоянно дать какое-то очень полезное, поэтому будем готовить шоколадное и мороженое из йогурта. Для того, чтобы приготовить шоколадное мороженое, нам понадобится молоко. У меня гречневое, но можно брать любое. Сахар. Густые сливки. Ванильный сахар или эссенция ванили, в моем случае. И чтобы мороженое было шоколадное, можно использовать растопленный шоколад, но я взяла какао. Все это мы смешиваем в миске до однородной консистенции. Дальше мы достаем саму чашу из морозилки, устанавливаем ее в мороженицу, заливаем туда получившуюся смесь и устанавливаем время, которое нам подходит. Я установила на 40 минут и наблюдала за мороженым. Наблюдать за процессом и за тем, насколько загустело мороженое, можно через специальные отверстия в крышке, что очень удобно. И когда мороженое стало достаточно густым, его можно доставать и уже есть. А остатки переложить в пластиковый контейнер и оставить в морозилке. Другое мороженое я сделала по аналогии. Я в блендере смешала банан и йогурт и все это также отправила в мороженницу. Получилось очень вкусно и полезно. Так, давай пробуем мороженое. Как тебе? Классно? Два лайка. Классический рецепт для мороженого достаточно простой. Здесь молоко, сливки и сахар в составе. А дальше вы можете добавлять любые ингредиенты, которые вам нравятся. Можно приготовить сорбет из любого фруктового пюре. Я очень люблю банановое мороженое. Вы просто взбиваете банан в блендере и замораживаете его мороженицем. Дальше вы можете украшать, как вам нравится. Я украшаю фруктами и горячим шоколадом. Дети обожают мороженое с различными добавками. Туда можно добавить конфеты, шоколадную крошку, кокосовую стружку, мармелад. Все, что душе угодно, красиво это украсить, посыпать присыпкой, и дети ваши будут точно в восторге. Мороженое получают очень вкусным, но и все, конечно, зависит от вашей фантазии. Для любителей мороженого это настоящая находка, потому что мороженое получается не только вкусным, но и полезным. Надеюсь, вам мой обзор понравился, был полезным. Спасибо большое за просмотр и вкусного вам мороженого. Пока-пока.